Здарова, народ! С вами салатурщик Лёха и наконец-то у меня вся инженерка готова. Готов санузел, спальня, тебе осталось закончить кухню и можно переезжать. Вот сегодня про этот именно потолок мы и поговорим. Субтитры подогнал «Симон» Добро пожаловать на мою кухню, на которой ничего нет, вообще ничего. Ни потолка, ни финишных стен, ни полов, ни подоконников, ни откосов. Сейчас видите кадры, как выглядела кухня совсем еще недавно. Сейчас я за нее активно взялся. Естественно, начал я с потолка. Сегодня будем бомбить и поговорю именно про потолок. Из чего я его сделал, сколько потратил, сколько вбухал. Ну, по времени, в принципе, там ушла неделька. А бомбил я его именно из гипсокартона. К этому материалу я уже привык. Кроме того, на весь потолок потратил всего 6 листов гипсокартона. Все остальные комплектующие у меня пока еще в избытке и хватает. А хочу себе именно вот такую кухню, как на картинке, точь-в-точь. Правда, стоит на 370 тысяч, поэтому все будет делать сам, поэтапно. Начну я именно с потолка. Для этого мне понадобится 7 листов гипсокартона и профиля. Благо, профиля у меня остались еще с магазина, который недавно разбомбили. Я у них просил детали. Есть новенькие там 3 штуки, остальное все бушные. Вон их целая куча. Но в этот раз мне нужно кое-что еще. Для этого нужно пойти на улицу. Для этого сейчас придется немножко покопаться. Нет, я не буду есть желтый снег. Я здесь немножко за другим. Где-то здесь под кучей находятся доски, точнее бруски 50 на 50. Они мне нужны, чтобы усилить прочность моих профилей. Потому что подвязаться к батутному потолку я не могу. Поэтому их нужно откопать. Они за зиму уже конкретно просохли, высохли. За счет того, что они были придавлены досками сверху, они ровненькие, не кривые. Но на всякий случай, их нужно все проверить, обстругать, избавиться от коры и покрыть антисептиком. Ну, пока греются бруски, можно потихоньку начинать делать контур. Но монтаж моего потолка начался с профилей. Точнее, с проделания отверстий в самих профилях. В дальнейшем, уже на дюбеля, я буду приделать их к самой стене. Решил я крепить их сразу уголками. Так проще, чтобы потом не стыковать. Да и к тому же, единая конструкция будет много прочнее, чем встать из кусочков. Комплектуемся и можем начинать. Итак, не забываем установить лазерный нивелир, либо оббивку, либо какой-то доступный уровень, чтобы видеть контур, куда, по какому уровню он будем крепить профиля. Профиля я хочу закрепить так, чтобы они были чуть-чуть, буквально на 2-3 сантиметра, ниже, чем проходит меня труба отопления. Потому что из-за батутности они могут касаться моих профилей. Начинаю монтировать именифер. с углов так как профиль был большой неудобный четырех метровый он постоянно падал и для его подпорки я использовал как бы третью руку то есть использовал правило который одну сторону поддерживала а со второй стороной я уже работал по уровню по дюпелям если бы нормально и отлично окантовка полностью готова теперь можно делать поперечные для начала их нужно подготовить сделал простенькие быстренькие расчеты сколько нужно профилей на ком расстояние будет происходить и как лучше закрепить сам гипсокартон на потолке чтобы было как можно больше кусков и меньше подрезок ну а потом тоже нарисовал сделал разметку наверху указал все это стрелочками что в будущем было простенько работать ну а теперь осталось подготовить бруски зачем мне как я говорил для усиления самих поперечных точнее про продольных не знаю путаюсь в этом названии в общем мне нужно как-то усилить профиль потому что потолок довольно таки сильно батутит если мне напрямую гипсокартон или профиля прикрутить к этим балкам перекрытия то как кто-то будет танцевать либо ходить весь гипсокартон точнее вся шпаклевка покраска штукатурка все это потрескается это значит от перекрытия нужно отступить поэтому я придумал необычный способ просто бруски прикрутить к профилю на всякий случай покрываю бруски антисептиком а чтобы не откинуться и не лечь около этих досок открываю окно ну и пока высыхал антисептик я быстро кинул провода электрики теперь необходимо подготовить сам профиль размечаем и отрезаем не забываем про средства защиты глаз ну а теперь стыкую надежно скрепляю сам брусок и профиль монтаж чем-то похож на то что мы сделаем с дерными откосами также брусок помещаем сам профиль только здесь профиль 70 50 не было нужно покупать а так мне экономный вариант я пользуюсь тем что есть да еще одна маленькая фишка от себя углы все я просилил под 45 градусов зачем в дальнейшем эти углы напрямую 15 саморезом то есть 15 сантиметров я еще включу в стену чтоб прям вот наверняка крепко держалась вот так мощно это будет выглядеть ну а теперь закидываем эти бруски прикручиваем профиль к профилю а сами бруски еще прикручиваем к самой стене конструкция это довольно таки тяжелая массивная поэтому в ее прочности в принципе не сомневаюсь загоняем в пазы фиксируем по отметке и дальнейшем уже прикручиваю сначала прикручивал профиль к профилю а потом уже сам брусок прикручивал к стене если сделать наоборот брусок куда-то вбок уезжает когда буду крепить листы гипсокартона каждый сантиметр будет важен что не пасть мимо вот такой мощный саморез вгоняю брусок и теперь этот профиль бруском никуда не денется ну и так чисто для себя проверить насколько это мощно не развалится ли это все я решил это протестировать я вешу 87 килограмм кому интересно выдержала значит лист гипсокартона тем более выдержит а главное чтобы это ничего не ходила и не провисала у меня остались еще очень-очень много кусочков они не нужны чтобы сделать еще одну последнюю контрольную поперечную чтоб даже между собой все эти рейки были скреплены и никуда не ходили так как мне не хватало именно стартового профиля то есть были только поперечные то есть стоечные пошло изготавливать их самому работать это будет длительно вот так берем профиль загоняем его в стоячный и крепим там вверху получается что он запер двух профилей и никуда это ничего не денется сейчас покажу как это все выглядит на деле фиксируем с одной стороны на одной линии и с другой стороны и между ними вставляем уже в распор желательно в распор либо чуть меньше то есть чтобы саморезом было куда вкручиваться если прям сильно загнать распор начинается искажаться сама рейка то есть сам профиль в которой есть рейка если у нас будет другой то это не есть хорошо нам нужно сделать так чтобы напряжение по камере не больно там присутствовал так загоняем и фиксируем желательно оставлять 2-3 миллиметра между этими профилями стойками чтобы при изменении температуры были какие-то миллиметровые подвижки обязательно в притирку лучше не делать миллиметровые подвижки должны быть любому случаю основной скелет полностью готов теперь осталось только разметить и прикрутить гипсокартон заношу стационарный листодержатель настраиваю нужную высоту и приступаем к монтажу то есть лист закидываю прямо на эту стоячную речку ну а вторую сторону подпираем перекуриваем и можно закручивать гипсокартон было крепить довольно сложно потому что в этих местах было расстояние 244 и пришлось приходилось отрезать прямо в притирочку идеально под ровным углом все это загонять стоит нож колканица по диагонали и лист гипсокартона уже не шел а все это было на весу все это было неудобно даже эта стойка не помогала пришлось изрядно попотеть зато остальные детали потом шли как по маслу там уже расстояние было не такое большое не было ограничения в рамках я вас был прям быстренько но там где в местах притирку пришлось таки сильно попотеть нижняя часть потолка собрана теперь необходимо сделать полки то есть полка это та детали которая будет ножка выпирать то есть ступенька как называют еще я ничего нового не стал выдумывать просто взял готовый профиль самый шок который у меня был прикрутил его это и будет в 100 ступеньки плюс снизу еще подшвется один лист гипсокартона 12 миллиметров и будет в принципе нормально конкретно вот такая чутенькая ступенечка крепил я именно угловыми целиковыми кусками то есть так чтобы на углах то есть где буква изгиб в форме п была именно в углу таким образом получался целиковый момент и часть держалась на стене а часть держалась именно наверху на гипсокартоне крепил я естественном в том месте где профиль проходит по железу то есть пустоту вообще не смысла крепить я копил именно в сам профиль ну и повторяю процедуру сделать нужно поперечные что потом в будущем когда закручивал гипсокартон его было к чему прикрутить также выдумал из разных кусков а поперечную делал уже из потолочного профиля опять же из кусков грубо говоря в прямом смысле у меня потолок сделан из того что было сначала крепил дальнюю стенку а ближнюю же крепил стенку через уголок чтоб профиль который смотрит лицом ко мне то есть не в стене а именно ко мне был ровно по 90 градусов каркас для полки готов теперь нужно делать еще каркас для барной стойки да у меня будет барная стойка она будет находиться прямо около окна для своей барной стойки выбрал небольшой каркас то есть метр двадцать в длину и всего лишь 40 сантиметров в ширину высоту каркаса также сделал из остатков этого же профиля чтобы основная ступенька и часть барной стойки не выделялись а были на одном уровне визуально смотрится очень красиво в конце все это увидите но пока это еще не видел я только представлял поэтому планировалось все делать на одной высоте поначалу хотел чтобы барная стойка выделялась лучше и сильнее но это уже стало геморройно нужно было придумать это лишние элементы а так каркас пропустил готовым профилю ничего не нужно выдумывать чем проще тем лучше перед тем прикрепить лист гипсокартона я закрепил именно лист фанеры почему на фанеру но потому что в будущем там будет висеть довольно таки мощный и массивный светильник то есть над барной стойкой будет два красивых светильника они такие весомые поэтому их нужно к чему-то мощному прикрепить лист фанера идеально подойдет нахожу центр у фанеры и делаю два отверстия чтобы через них вытащить кабель и уже сверху на готовую фанеру можно смело прикручивать лист гипсокартона и потом все излишки удалял с помощью ножа по гипсокартону а может было намного проще как сейчас покажу когда прикрутили кусок который немножко больше достаточно по контуру где кончается одна часть провести майор ножом и с другой стороны просто поломать сделать один надрез все просто и быстро опыта потихоньку становится все больше уже концу стройки наверное буду профессиональным гипсокартончиком и не забываю также про электрику заранее подготовить все отводы где все будет проходить чтобы в будущем потом не ковыряться в этом гипсокартоне всю электрику подвязываю на саморез самой верхней точке на профиле что когда прикручивал гипсокартон кабель никаким образом вообще никак не смог пострадать ну а теперь можно прикручивать гипсокартон настраиваю нужно что на своем гипсокартон держатели и в бой да конечно таким маленьким листами работать одно удовольствие они намного легче достаточно одну руку придерживать второй закручивать проблем с этим вообще никаких не было если было все так просто и быстро работать было бы сказка ну и теперь бомбим боковую часть и можно подытоживать что у нас получилось ну и не обошлось без маленькой декоративной части пришлось немножко погнуть гипсокартон погнуть его естественно нормально не получилось мой способ который использовал первый раз не прокатил поэтому я просто порезал как гармошку повернул и прикрутил сверху все это пошпаклюю так что вы не догадаетесь самая тяжелая физическая работа закончена теперь осталось самой малости растягу малярную сетку прикручиваю чтобы они конделы с помощью степлера и в нижней части угла подключаю малярный уголок дело это все с пользой уровня потому что если сделать не по уровню все эти углы когда будет закручивать саморез в уголок потом видны и получается у вас странная волна ну а потом все это зашпаклевываем сначала на черновую а потом на чистовую черновый вариант отделки готов теперь можно на первый слой носить шпаклевку тоже черновую потом мою всю пошкурить погрунтовать и делать чистовую самое простое в работе со шпаклевкой это наносить черновой слой как хочешь любым моментами можно спокойно легко нанести а вот тогда уже находят делать до чистовой то нормально ничего не получается если нет опыта то как бы вы не старались вводить все равно у меня оставались полосы поэтому я шпаклевал помог даже три раза а не два потому что никак не мог избавиться от полос даже с 2 раза мне получались полосы некрасиво я потом пытался это зашкурить шкуркой легче всего шпаклевать именно черновым вариантом когда приходит чистовой тут уже нужно стараться нужно все это уводить потому что видны полосы видны все эти вот ямки как только базовый слой высох быстренько все это шкурим грунтуем наносим чистовой а не забываем про органы дыхания и при клеенку чтоб все это летело в другую комнату лучший друг шкурка и вперед использую лампу чтобы видеть полосы которые необходимо сошкурить шкурить нужно аккуратно чтобы не было ямок после того как я пошкурил погрунтовал необходимо было сделать окантовку из плинтуса то есть все это обклеить плинтусом самым дешевым по 25-50 рублей никакой дорогущий плинтус я не брал все стыки все уголки все трещинки все это необходимо пошпуклевать еще раз уже последним финишным слоем и как только все это высохнет необходимо еще гладенько пошкурить чтобы уже было все без каких-либо проблем и появится к финишному этапу а точнее к покраске то есть покраска у меня будет завершающий этап то есть покрашу и все с толком уж делать ничего не будет ну а генеральным спонсором всех локрасочных материалов которыми я пользуюсь является краскове ссылочка на их сайт и всю продукцию будет в описании ну финишная прямая осталось покрасить только потолок пока я был занят другими делами весь потолок полностью покрасила на первый раз уже моя мама просто физически не мог находиться в двух местах сразу поэтому я пришел уже под конец так что я заснул только маленький кусочек все потолок уже весь сияет светится покрыт на первый раз краской второй раз пока покрывать не спешу потому что сначала нужно просверлить и достать провода и подключить светильнички разместить их нужно одинаково расстояние чтобы они красиво смотрелись энергично отступая от края ровно пять сантиметров но это край светильника то есть чтобы сделать центр светильника нужно ступить целых девять но теперь осталось только просверлить отверстие с помощью коронки по дереву и достать оттуда спрятанный там кабель делаю разметку чтобы все светильники были на одинаковой удаленности друг от друга чтобы все светильники были на одинаковом удалении от края в уголке сделал отверстие на девяти сантиметрах прикладываю голову краю и на девяти сантиметров ставлю точку точка находится прямо в центре линейки поэтому никуда бегать не нужно в некоторых отверстий кабеля почему-то не было все все провода вытащены теперь осталось их собрать буду использовать обычные дешевые точные светильники перед началом естественно их нужно все проверить работают ли они чтобы наделать двойную работу ну все проверил они в принципе все оказались рабочие поэтому можно их коммутировать собираю все крепежные элементы на обычную скрутку изоленту все готово все точки скоммунитированы и готовы подключать но перед началом я их снова обратно туда уберу потому что отверстие гипсокартонная пыль снова села на потолке и на остальных стенах поэтому их теперь повторно уже финишно нужно покрасить на второй раз ну и теперь наконец-то уже на финишный этап можно покрасить на второй раз красил все это вечером ко мне присоединилась жена получается я красил прямые участки а все углы отводы и подводки уже делала жена вот в таком дружном темпе за час мы полностью покрасили весь потолок кухни ну и вишенка на торте осталось только разместить светильники перед началом естественно проверить есть ли напряжение отлично можно монтировать светильники были обычные дешевые дорогие брать не стали да и зачем их нужно было нам 7 штук поэтому выбрали где-то по 160 по 162 рубля по мне были и того 7 штук стоит не так уж и дорого плюс еще по 60 по 50 там по разному рублей лампочки вот получается где-то 200 рублей стоит одна точка 7 точек полторы тысячи как не бывало смотрится прекрасно честно наверняка может возникнуть вопрос алексей а чё ты там над барной стойкой почему ты не показал но потому что эти два светильника точнее каждый светильник стоит около 3000 рублей поэтому сейчас необходимости такой купить эти дорогущие плафоны нет смысла плюс еще сама лампа там будет спиралевая она стоит денег то есть тоже там где-то 500 рублей такая лампочка стоит и того два светильника от барной стойкой сидят около 7000 мы считали поэтому я считаю что сейчас такие траты не нужны нам сейчас первая цель это заехать то есть переехать лучше эти деньги пойдут на кухню то есть на комплектация мебели но в дальнейшем уже будет наверно маленький такой лайтовый ролик уже плафончики приключу повешу покажу что вот они какие красивые и будет все классно и здорово пока пусть взят эти два куска провода выключатель от них находится не совмещен с этим освещением находится отдельно об этом тоже покажу но пока все готово плинтуса готова потолок покрашен потолок полностью готов на сто процентов без плафонов и это сейчас не в первую очередь поэтому к этому вопросу мы еще вернемся но теперь пробежимся по ценам итак быстренько коротко ясно бегом погнали 6 листов гипсокартона по 300 рублей 1800 6 штук нормально 2 килограмма саморезов 400 рублей кабель 20 метров если смотреть что кабель сейчас стоит где-то 4000 буфта тушная то это 800 рублей шпаклевка один мешок 400 рублей серпянка 100 рублей это буфта специальные профили 13 штук 2 600 бруски 9 штук 700 рублей краска 5 килограмм а мы красили два раза 450 рублей уголки вот эти вот из пенопласта 500 рублей 10 штук ну и светильники с лампочками 1850 как итог в этот потолок если вы сейчас пойти на рынок вбухивать 9600 то есть почти 10 тысяч стоит такой потолок кстати услуги мастера недавно узнал чтобы он сделал такой потолок стоит еще двадцатку ну а что касаемо меня я лично этот потолок потратил 450 то есть я потратил 6 листов гипсокартона и светильники светильники лампочки эти пластиковые уголки все остальное мне это есть закуплено очень давно просто сейчас потихоньку мне идет ремонт кто сейчас скажет что это нельзя как-то покупал ты на и потратился да это было давно инфляция все съела поэтому даже посчитывать не будем а то что так же можно прицепить ароматизацию инструмента электроинструмента потребление электроэнергии человека часов сколько потратил и так до бесконечности ах да на этот потолок если мокрые процессы не считать потому что нужно ждать пока не высох то я где-то убил дня так 4-5 ну то есть один день каркас один день гипсокартон потом второй день второй каркас потом 4 день гипсокартон а потом пошло по шпаклюй потом занимаешь другие работы пока сохнет высохла клеишь уголок потом уголок посох опять шпаклюешь потом опять красишь второй раз и вот так вот растягивается прощается в две недели а так по сути если бы это сразу пошпаклевал и схватилась то думаю дней 5 бы ушло вполне а так приходилось все ждать но благо есть чем заниматься пока в одном месте что-то остывает я работаю в другом вот так и двигаюсь на этом пока все сама самосточек лёха еще увидимся пока пока